Со специалистом Инной Майоровой. Инной Майоровой специалистом по подбору балетной обуви. Я считаю, что это такой полезный эфир, что просто нечего больше сказать. Спасибо всем, кто оставлял вопросы, кто присылал вопросы и не остался равнодушным, потому что это очень важная тема, как мне кажется, особенно в любительском балете, который сейчас набирает невероятные обороты. И сегодня мы разберемся. Разберемся со многими-многими-многими вопросами, которые волнуют не только меня, но и девочек, моих знакомых и не только знакомых. Мы узнаем, как подобрать пуанты, чтобы не было мучительно больно. Много всего разберем. Ждем Инну. Ждем всех. Так. 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 Вот. Вижу Инну. Здрасте. Здрасте, ура, все сложилось. Ура, да. Я рада. У меня почему-то не всегда показывает начало эфира. Оно он с задержкой всегда, мне кажется, у тех. Чуть с задержкой. Ура. Здрасте, рада вас видеть. Я тоже. Наконец-то мы сегодня все узнаем. Все узнаете? Да. Ой, наконец-то я снова поговорю про пуанты. Мне кажется, вы все время говорите про пуанты, нет? Ну да. Ну вот. Ну да. Но чаще по-английски. А, и все время находитесь вот в этой комнатке. Это наш офис, я вам вот пока, к сожалению, не могу показать целый весь магазин, потому что мы в процессе реконструкции находимся, затяжном. Мы как зашли в карантин, решили, что пора переоборудоваться. Ну, тоже хорошее дело. Оказалось, что это дольше, чем мы рассчитывали, но будет прям красота-красота. Ну, мы проведем следующий седак, следующий эфир. Да, прям экскурсию по магазину. Так, ну что, Инна, можете пару слов сказать о себе, и, в общем-то, я буду начинать. Хорошо. Я бывшая москвичка, бывший журналист, переехала в Грецию, живу здесь уже лет 15, в городе Салоники, и так сложилось, что начала любительски заниматься балетом, потом это все вылилось в балетный бизнес, вот у нас здесь большой балетный магазин, и мы сначала были представителями Гришко российских, потом расширились до мультибренда, вот. А потом, само собой, как-то получилось вот это увлечение, собственно, пуантами и правильным, собственно, правильным подбором, да, получилось так, что я оказалась специалистом по подбору пуантов. Вот. Потом выяснилось, что нас таких в мире совсем немного, что эта специальность носит отдельное название, Point Shoe Feater, и это ценится во всем мире, и оказалось, что мы разработали еще и свою систему при этом подбора пуантов, потому что нам не понравились таблички, которые предоставлял производитель. Вот. Мы сделали свои, там, замерили, ну, в общем, неленивые. Вот. И теперь занимаемся этой услугой онлайн, поскольку балет вот успешно переехал в онлайн благодаря коронавирусу, то это оказалось, что даже не странно уже. То есть люди вполне спокойно воспринимают то, что нужно как-то вот в экран показать свою ножку, провести какие-то манипуляции, и можно им вот так вот на расстоянии, не щупая, не трогая, да, вот не сажая, собственно, обувь на ножку, как-то вот подобрать то, что будет лучше сидеть, чем даже, может быть, то, что им в магазине там где-то подберут. Вот. Ну да, если мальчики. Если уже репетируют в онлайне, то, ну, уже все, можно смотреть. Если уже и репетируют в онлайне, и выступают онлайн, да, и смотрят выступления онлайн. Вот. Так что вот моя специальность оказалась даже не странной теперь. Это очень хорошо, потому что было бы грустно, если бы вы были далеко, и мы не смогли пообщаться вот основательно. Я согласна, да. Да, оказалось, что в России вот очень тоже это востребовано, и оказалось, что невзирая на то, что в России два прекрасных, огромных производителя пуантов, которые производят все на свете для всех, прям вот без исключения ног, оказалось, что это очень сложно найти, и еще более сложно узнать, что такие пуанты на вас есть. Ну вот да. Даже тем, кто очень долго занимается, все равно сложно. Даже тем, кто очень долго занимается. Ко мне приходят профессионалы, у которых, казалось бы, есть доступ напрямую к фирмам. Но вот тем не менее. Да, а насколько развит вообще любительский балет вот в Греции, например? Очень развит любительский балет. Серьезно? В Греции, да. Во-первых, у нас вообще очень милый такой балет, он весь любительский. У нас как бы девочки направо, мальчики налево. Мальчики в футбол, девочки в балет. Все. Вот. То есть все девочки-гречанки были когда-нибудь балеринами. Успешными. Гораздо успешнее, чем русские девочки. Я теперь поняла, почему вы переехали в Грецию. Да, и поэтому, и поэтому, когда я переехала в Грецию, а я занималась там джазмодерном, вот это вот все, и меня как-то одноклассницы спрашивали, а что ты вот такая вот русская и не в балете. И как-то вот случайно затащили на урок, и вот, и я пропала, и действительно оказалось, что это вот оказывается все то, о чем я мечтала всю жизнь, какая красота, и боже мой, было мне 24 года, и вот, и вот. Оказалось, приключение на всю жизнь. Но мы еще потом уточним у вас, где вы занимаетесь, в Греции? Да, да. Это всех интересует? Да, да, вот. Серьезно? Да, я не знаю почему, но вот прям интересно. Вот специалист в какой-то области, что он для себя в этой области предпочитает? Это вот как-то так, наверное, да, гарант качества какой-то, я не знаю. Но это мы потом, напоследок, оставим. Так, давайте тогда начинать с такого вопроса. Я, наверное, буду по порядку, наверное. Да, да, у вас отличный список вопросов, прям такие. Да, и они все актуальные. Насущные, да, наболевшие. Да, в общем, спрашивает любитель. Такая история. Перешла на гейнеры, появилась проблема. Невозможно найти размер американского производства. 7N желтый мешок, пятак тройка, стакан высокий. Есть ли какая-либо альтернатива и размер, который хорошо садится, если узкий пятак семерка, если пятак четыре, то шесть с половиной. У меня плохая новость для пользователей гейнеров. Гейнер плохо пока пережил мировой кризис. Переезд в Европу оказался не таким простым, как им всем казалось. И вот то, что я наблюдаю сейчас, это то, что у них даже нет всех колодок. Они не предоставляют по всем размерам все модельки. Это касается вот нового европейского производства. И у них появился новый материал, новый атлас. Оказалось, что он на ногу садится совершенно по-другому. И невзирая на то, что они вот обещают, что технологии у них все те же самые, что вот функционал вот этого пластика все тот же самый, фуанты придется перемеривать. И не факт, что вы найдете свою модель снова. И не факт, что это будет все то же самое. И что это будет так же удобно, как вот то, что вы с большим трудом подбирали для себя. К сожалению, вот пока такая история, где найти, где найти в американские остатки, я, честно говоря, даже не сориентирую. А какая есть альтернатива вот на такой размер? Вот 7N, желтый мешок, третий пятак, стакан высокий. Вот прям так, да? Да. Вот прям так, да? Это прям, прям надо. Сейчас я вас возьму с собой, с моим очередным собачком. Потому что даже вот мне всегда было интересно, если вот так случается, ты нашел какую-то модель, она прям суперклассная, но она износилась, и, допустим, что-то, да, что-то происходит, и следующая эта же модель, она уже не садится так же. И ты ходишь и страдаешь. А есть ли какая-то альтернатива? Но это всегда так сложно, то есть ты не придешь в чужой магазин, допустим, ну, образно в Санша с Гришко, да, и не будешь прикладывать Гришко к Санша и говорить, а почему у вас не так? И вот мне, ну, самому вот как бы найти что-то, это, по-моему, нереально вообще. Вот, я с вами совершенно согласна. Вот у нас как раз есть, я сейчас даже покажу, как это все выглядит. Вот, у меня вот такая прекрасная есть табличка соответствия моделей, и есть еще соответствие моделей, да, вот что в Гришко похоже на что в R-классе, и на что в Гейнеров, и на что в Санше. Вот, я, честно говоря, вот кроме себя не могу никого порекомендовать в этом случае. Вот, приходите, я вам скажу. Вот про этот Гейнер давайте я вам сейчас скажу. Значит, у нас желтый мешок. Желтый мешок у нас будет Fizer Flex, Flexible, семерочка. Семерочка у нас маленькая, это, видимо, 37-й размер. Будем смотреть тогда вот 4,5 где-то в Гришко. К сожалению, в вопросе не было, какая модель у Гейнеров, да, у них есть вот три модельки относительно облегания стопы, да, вот Scaltered Fit, Classic Fit и Sleek Fit. Мне почему-то так кажется, не знаю, не могу сказать, да. Ну, обычно или Sleek, или Classic. Ну, вот так вот себе представляя семерку узкую, давайте будем пересаживаться, например, если хочется опять пластика, да, то у Гришко есть очень неплохие Dream Point. Очень неплохие. Если хочется прогнутой стельки, да, вот Pre-Arched, то это будет Гришко Dream Point 2007. Вот, размерчик будем искать тогда 4,5 или пятерку. Вот. Ну, например, в трех иксах. Ну, вот как-то так. Можно от этого отталкиваться и вот уже как-то что-то смотреть. Вот этот вот Dream Point 2007 будет привычным для пользователей Гейнера. Хорошо, спасибо большое. Все на здоровье. Так, вот тоже очень неактуальный вопрос. Мне кажется, даже вот к профессионалам он подходит. Это я уже его достала как бы из вашего профиля, вот изучив. Проблемы высоких подъемов, да, они существуют у всех. То есть это прям даже уэтуалии они существуют, мне кажется. А вот высокий и низкий профиль у Пуанта. Что делать, да? Как разобраться, то есть чтобы ты сразу... Ну, вот допустим, вот у меня практически нет подъема, да? И это значит, у меня должен все время быть низкий стакан и все, да? То есть я... Все равно нет прям жесткого правила, Нин. На самом деле, вот я, кстати, хотела показать. У меня вот есть такие сибирские лебедь. Это мои прям любимчики. Вот Siberian Swan. Это такая интересная у нас фирма. Вот вы мне просили интересных историй, да? Они серьезные семьи, да? Вот, пожалуйста. Значит, это Красноярск. Неожиданно. Это Красноярский театр национальный. Они произвели Пуанты для себя. Они очень заморочились. Они вставили внутрь тот же пластик, который использует Гейнер. И поскольку эта компания много гастролирует, ее за рубежом очень сильно полюбили. И она, скажем так, что в Америке она продается лучше, чем ее знают. Больше, чем в России. В России она не продается, ну, совсем. Так вот сложилось. Вот. Значит, вот этот вот сибирский лебедь, что он сделал? Он, в отличие от Гейнера, сделал себе вот эту вот арочку под пятку, да? На три четверти. Три четверти. И вот эти три четверти, да, у них безумно высокий профиль. Прям вот безумно. Он так красиво смотрится на профессионалах. Он разработан для профессионалов для того, чтобы им было максимально удобно танцевать. Как в тапочках. Ну, Гейнеры тоже разработаны для профессионалов. Да. Но вот сибирский лебедь сделал все, как бы, мне кажется, вот грамотнее. Под русскую ножку, да? Ну, да. Вот, и оказалось, что, то есть это моя любимая модель, потому что я вот в них после восьми лет поисков поняла, что пуанты могут быть удобными, не больными. Вот. У меня тоже низкий подъем, и вот этот вот упор под пятку оказалось, что выталкивает все, что есть и нет. Вот. И показывает подъемы там, где их нет совершенно. И это вообще совершенно магическая модель, которая вот не просто мне не больно, а она еще и вот офигенно смотрится на ноге. Вот. То есть с низко, с маленьким, ну, с отсутствием подъема, скажем так, высокий профиль тоже. С отсутствием подъема можно попытаться побаловаться и устроить себе вот три четверти, да, прогиб под пятку. Вот. И посмотреть, что из этого выйдет. Они не хотят себе амбассадора. Я готова. Дело вот в чем, что сибирский лебедь тоже не очень хорошо пережил коронавирус. Ой, ну все, да. И таки производит пуанты, но пока остановился на производстве для своих. То есть пока мы его вот не получаем, к сожалению. А вот так на расстоянии я бы вам не рисковала их подбирать. Можно, конечно, но это вот как с гейнером, да? Ну да. Если не попал. Ну да. Тут больше взять негде. Вот в чем сада, да, вот этих вот... Кто плачешь. И платишь. Да, я же говорю, от этого, в общем-то, платишь в основном. И как раз вот следующий вопрос у нас и был. Можно ли подобрать и купить правильные подходящие пуанты через интернет? И как попробовать вообще марки, понять, подходят ли они тебе, которые не представлены на рынке вообще, допустим? Класс. Вопрос отличный, хороший вопрос. Я топлю за то, чтобы все-таки пользоваться тем, что легче всего достать. Вот как бы с 10-летним опытом, да, дистрибуции пуантов. Если есть возможность ограничиться бестселлерами, то перекреститесь, и пусть даже они будут вам на 80% хороши, а не на все 100%. Это уберет гигантские затруднения вот в этом вот добывании постоянным пуантов, да, то ферма закроется, то задержит производство, то поставки, то отправки. В общем, это очень нестабильный маленький рынок, где обеспечить регулярность поставок, особенно чего-то редкого, невозможно. Вы будете безумно мучиться. Но если вы понимаете, что вот бестселлеры это, ну, совсем не ваши, да, и мы, и наша задача поставить вас на пуанты, избавить от боли любыми, да, любыми возможными способами, да, пожалуйста, приходите ко мне, мы вот имея в виду то, что мы отталкиваемся от более или менее доступных моделей, да, и дальше идем уже в сторону. Вот редкостей. Вот я только что поговорила, да, про сибирские левики, сказала, что мы его, в общем-то, ну, не рекомендуем, хотя он прекрасен, потому что вы в следующий раз не достанете себе следующую модельку и будете плакать. Поэтому Корешко-2007. Кстати, они одни из моих любимых, реально. Прекрасные пуанты. При том, что четыре года назад, нет, ну да, ну, может быть, где-то четыре, мне было в них ужасно больно, просто ужасно, а год назад или там полтора я померила, думаю, ну, как-то, ну, вроде нормально, а потом мне так стало хорошо. А что изменилось? Ну, я не знаю, либо стопа поменялась, ну, за счет, да, уже времени, которое прошло, там, все-таки репетиции и все, вот, либо, не знаю, приспособляемость ног к пуантам, я так и не поняла. Но раньше прям вообще неудобно было, хотя раньше, тогда, когда мне неудобно были 2007-е, у меня были, я решила попробовать бложь, блог, как они правильно называются, вот, и они такие были широкие, такие дубовенькие, такие все квадратные. Я сейчас смотрю на старые фотографии, мне так прям вообще не нравится эстетически, ну, потому что нога такая вот такая, деревянная получается у них. И мне казалось, что мне у них так классно, так удобно, так все делается, там, все, а я сейчас их надеваю, это просто ужас какой-то. Я думаю, как это может быть вообще, просто как будто какие-то кандалы надеваешь, вот они такие прям вот жесткие, пол сразу, ну, я думаю, что я их, наверное, еще сносила, что пол чувствуется, но, в общем, как-то, я не знаю. Сама, что меняется, но что-то вот меняется, да. Правда в том, что балет очень меняет, конечно, ногу, закачивает мышцы, о которых мы даже не знали, что они у нас есть. Да, но это я пережила в первые два года, пока вообще не вставала на пальцы, то есть у меня, ну, потому что я пришла вообще с полного, полного при полного нуля, вот, я там даже не понимала, в какие стороны надо смотреть, как руки там, чего, вот, и слава богу, у меня были занятия, две руки за палку, вот, потому что я успевала что-то, сообразить, куда-то там что-то повернуть, чтобы что-то получилось, вот, если бы нет, я думаю, что все было бы суперплохо, а так, как бы, вот, оно и прошло, вот, этот путь, там, два года становления, в принципе, понимание, что такое балет и как вообще это нужно делать. Вот, и потом уже, да, естественно, я же тут принцесса, нужны мне пуанты обязательно, вот, но я тогда жила в Минске, сейчас я живу в Москве, и в Минске у нас тоже был супердефицит. Я помню мои первые пуанты, мне так хотелось, я не знала, где их купить, и, по-моему, мне кажется, даже не было, вот, на самом деле, не было магазинов, может быть, какие-то были там для, не знаю, учеников, они знали о них, а мы не знали, коммерческих не было. И я помню, я бегала по городу, и первые мои пуанты, они были из театральной мастерской, вот, такие кандовые, такие пуанты-пуанты прям, боже мой, они мне были малы, я не знала, что они мне малы, они мне там стирали пятку. В общем, нога не смотрелась просто, просто, вот, белиссимо, в кавычках. Ой, и я вот тоже, ну, это было такое желание, я вот, ну, вспоминаю, и, по-моему, боже, что человека вот может сподвигнуть, я не знаю, желание. Да, и сейчас, конечно, всё поменялось, вообще, кардинально. Ну, ладно, про меня мы потом поговорим. Минский прекрасный магазин балетный. А даже, ну, вот он появился уже потом. Самые лучшие слова, я слышу от своих клиентов. Ну, потому что там, по факту, ничего-то больше такого и нет, профильного. То есть до сих пор... Так он профильный, так они молодцы. Да, до сих пор, то есть они, как бы, практически, по-моему, единственные на рынке, кто вообще что-то представляет. Ну, это не вас класс. А вы у нас, вот, представляете, на, там, миллион с хвостиком у нас пять магазинов балетных в городе. Нам непросто пять. Ну, да. Ну, да, мы сказали, что балерин много, вот, любительских, да, вот, малышей. Да, ну, да, открываем. Ой, да. И, в общем, тут, в принципе, следующий вопрос мой, поэтому, окей, как раз от меня начали, ко мне пришли. Да. У меня основная проблема это. Большой палец. Во-первых, у меня на левой ноге, на стопе сустав, вот этот, который в большом пальце, да, большой, ну, вот эта косточка самая известная, она у меня артритная. Ну, такая, да. Раньше это было прям супер, ну, так, не, ну, как бы, неудобство мне доставляло. Но сейчас более-менее уже так, но все равно полупалец на левой ноге гораздо более-менее, как бы, да, так впечатляющий, чем на правой ноге. То есть, соответственно, ноги работают по-разному, и у меня всегда проблемы. Вот я даже сейчас купила Dream Puente и Гришко и 2007-е, и я их миксанула вместе, потому что на левой ноге у меня, я уже не помню, какие есть. Какая молодец. А на правой, вот те лучше. И, в общем, у меня, ну, ты же не будешь все время, ну, или будешь, получается, покупать четыре пары, ну, как бы, две пары, да, вот. Ну, для меня, мне кажется, что это как-то, ну, я не знаю, либо у всех так, либо, может быть, есть какая-то вот эта идеальная пара. Но я вижу, что они у меня супер, Гришко вообще у меня стали супер быстро разнашиваться, примерно за три месяца, причем это не сказать, что я там живу прям в зале, где-то, ну, там, три репетиции, допустим, в неделю, две даже. Вот. И они разнашиваются, ну, вот за три месяца, это вот, как бы, край. И потом это уже тапочки, они меня, я чувствую, что они меня уже не поднимают на, ну, в палец, то есть уже нет вот этой, вот стелька уже вот все гуляет и как бы вот. А, я поменяла это все дело на геймеры, думаю, ну, вернусь опять к геймерам. Я в геймерах оттанцевала два спектакля с третьим пятаком, вот с этим вот, вот с этим третьим пятаком. По-моему, у меня были восьмерки, третий пятак, не помню, какой стакан. Я вообще сейчас не понимаю, как я вообще на них оттанцевала два спектакля, потому что я сейчас после гречков стою на них, и у меня просто, ну, вот я стою как будто на горошинке, по ощущениям. Просто невозможно вообще, я не знаю. Но как-то это произошло, окей, и я поняла, что мне вот геймеры тройки, они прям супер везде вот такое вот создают давление со всех сторон. То есть они как бы вроде не стирают, но очень, ну, именно онемевает нога, то есть стопа прям там вот такая вся. То есть вкладыши-то, понятно, сразу нет, а я не могу без вкладышей. Мне обязательно нужно, чтобы что-то было вот между мной и пятаком. Вот, а я полюбила вкладыши. Какие? Американские эти наливные, которые вот ты ножку, да, запаковываешь, это прям в носочек, это прям вообще топ. Я считаю, что это лучшее, что изобретало человечество, но это как бы мое мнение. То есть, соответственно, я сейчас купила геймеры просто потому, что у меня вот сносились мои грешки. Я думаю, ну, возьму геймеры, посмотрю вообще, как они их будут. Ну, сейчас отравмировалась, поэтому вообще пока никак не будет. Вот, но не суть. Я купила восьмерку, четвертый пятак. Думаю, возьму пятак пошире там, чтобы мне ничего не давило, чтобы все было ок. Вроде как бы ее там степень, ну, вот сама платформочка-то пошире, как бы нормально все, баланс может держать. Вот. Думала брать восемь с половиной или восемь. Долго сомневалась, мы с девочкой там топтались. Слава богу, у девочки еще были восьмерки, потому что я приехала за восемь с половиной, но там прям палец в пятку. Прям нет. Нет. Я же уже начитала с ваших советов, я же такая приехала. Вот. Взяла в итоге восьмерку, четвертый пятак, и все равно я как будто в пол. Я, то есть, когда я меряю, да, ну, то есть меряешь, они же все равно более стянутые такие, да, более жесткие. А начинаешь в них работать, стопа, ну, разогревается, все, ты как бы там это, что-то. И проваливается, да? И проваливается. И я понимаю, что у меня прям туда надеваю свой вот этот, ну, пухленький вкладыш, все, начинает вот это вот, ну, все везде натирается, все везде сдавливается. То есть тоже неудобно. И все время такое ощущение, что большому пальцу не хватает места. И я вот не могу понять. Ну, то есть, это я уже потом у вас прочитала, что нужно там добавлять в пустоты, где не хватает пальцев, да, ну, то есть там. Но я тоже не понимаю. Во-первых, для меня всегда проблема туда что-нибудь затолкать, потому что оно все начинает вываливаться во все стороны, вот, и выпадать на меня обратно. И вот как быть с этим? И вот я теперь не понимаю, тот это размер, не тот это размер. Надо было оставлять свои тройки, но в тройках вот так, в четверках сейчас вот так. И вообще не понятно. Мне кажется, что просто мне нужно было покупать. Да, смотрите, что я услышала. Значит, во-первых, у меня есть впечатление, что у вас пластичная стопа, которая под влиянием балета очень сильно поменялась. То есть я прям слышу показания, да, которые как бы в течение времени, да, у вас поменялись на какие-то противоположные. Раз, во-вторых, у вас вот эта вот правая и левая ножка разные. Вот, в-третьих, в-третьих, косточка и гейнер, это такая... Но, кстати, косточка фактически не чувствуется в них. Ну, то есть с косточкой нет вопросов. Вот появились вопросы с большим пальцем. Да, и вот это вот вся вот ерунда. Я поняла. У меня есть впечатление, что ваша ножка туда проваливается. И, конечно же, четвертая коробка вам только помогает. Вкусно. То есть вопрос там что-то с длиной, что-то с полнотой, это нужно, конечно же, смотреть. Но гейнеры, если честно, я не берусь подбирать онлайн, потому что гейнер должен сесть идеально, как в литой, прямо сразу. Вот. Ну, вот непонятно, как этого добиться. Поэтому я, честно говоря, не знаю. Я бы посоветовала, ну, вот пока у них такая переходная фаза, найти себе какую-то альтернативу хотя бы. Тот же Дрим, вот как вы про него рассказываете. Мне кажется, вот отличная у вас, отличный вариант. Кроме Дрима, попробуйте еще Миракл, потому что мне не понравилась история про то, что вы на одной ноге носите Дрима, а на другой Гришко 2007, потому что у них, ну, технологии разные. То есть многие в шоке от того, что они... Ну, вот я тоже думаю, да, правильно это или нет, потому что одна нога... А как вот эта новая модель? Вот, и носите разделитель. Разделитель между пальчиками носите, да. А какой именно? Там же их много. А второе? Какие? Какой удобно? А разделитель для каких именно? То есть чтобы... Это чтобы косточку на место ставить. А, этот, все, я поняла. Но она, в принципе, у меня не выпячивается, но... А вопрос не в этом. Вопрос в том, что когда вы поставите на место косточку и большой палец, вы себе исправите положение пальцев друг между другом. Вот. И перестанут они так сильно проваливаться между собой. То есть вы им добавляете стабильности. Вот. И еще один момент. Есть такая штуковина. Не знаю, вы видели, нет? У меня где-нибудь на этих... В репортажах, да? Вот. Значит, это спонж. С одной стороны он покрыт такой тканью, а с другой стороны вот такой вот резиновенький спонжик. Вот. Вот так вот происходит с ним все. Называется это все size changer. Я показываю, как он у нас продается. Но на самом деле вы можете такой же, не знаю, там, смоделировать. У меня люди из туалетных вот этих вот штуков делают такие штуки. Значит, что мы с ним делаем? Когда мы понимаем, что нога провалилась, а большой палец в нормальном размере, это обычно провалилась нога. Да? Особенно если мерили на примерке все было хорошо, а потом разносили, и ужас. Вот. Что мы делаем? Обычно люди бросаются подкладывать под большой палец подушечку, да? Как первое желание его там... Еще больше заматывать. Еще больше замотать, да? Как-то укутать. Вот. Оно на самом деле неправильное. Что правильно сделать? Правильно надстроить. Вот у меня этот сибирский лебедь, он такой у нас большой, и сейчас он хорошо все продемонстрирует. Вот. Вот надстроить нам надо вот здесь вот, на этой вот крыше, да? Объем. Стакан добавить. Вот. Добавить стакан. Уменьшить стакан, да? Да. Вот. И вот эта вот упругая структура спонжа. Прикольно. Да. В отличие от втулки, от туалетной бумаги. Она как бы еще и позволяет как бы амортизировать, да, вот это вот все. Но тем не менее, вот правда, люди, ну, как бы у нас изобретают. Ну, а что делать, да, если нечего больше? Да, там пакеты от супермаркета, вот это вот все. Мы к этому тоже придем, да. Да, да, да. Вот если вам кажется, что что-то можно вставить, и вы пытаетесь себе представить, что это может быть за материал, да, то вам не кажется. То вот. Пожалуйста, да. Единственное, что, ну, как бы бывают с этим казусы, вот вы просили историй. У нас пришла барышня и говорит, вот вы говорите, силиконы, силиконы, а я взяла вот эти вот силиконы в подбра из своего. И положила. И два занятия отлично занималась. А на третьем он лопнул. И оказалось, что там жидкость внутри. Ой, дайте мне новую пару. Класс. Вот, так что вот иногда, как бы, эксперименты за забрание доводят. Но тем, но все равно нужны, да. Ну, конечно. Два дня же вот было хорошо. Да, правда. Вот такие кайфы. Иногда это очень много. Да. Тут спрашивают у нас, какой вы порекомендуете магазин в Москве, чтобы купить план для ребенка. В Москве я порекомендую вам Гришко на пролетарке. Для ребенка особенно. Очень нежный, заботливый. Согласна. Ой, вот чего только не узнаешь. Да, пожалуйста, обращайте. Да, чего только не узнать. У нас следующая история. 4 года любитель не может подобрать пуанты, чтобы нормально на них стоять. Сестра. Так, сейчас. Размер ноги 37,5. Пользовалась Гришко 5,5-1Х. Но там еще такие стопы, как... Я бы отнесла их, наверное, к слабоватым. Окей. Ну, потому что я занималась с этой девочкой, я ее видела. Вот. Не очень тягучие связки, соответственно, стопы более такие, да, жесткие, скажем. Хорошо. Правая нога нормально, левая проваливается большой палец, сжмет мизинец. Сейчас более-менее может стоять в Санша Дюваль, но проблема осталась. Полностью не выходит в пятак, то есть не дожимает в пятак, да. Ну, это вообще, в принципе, у всех любителей, мне кажется, проблемка. Купила новое Гришко Профлекс и Гейнеры, но там невозможно работать вообще. Постоянно проваливается левый, даже на самой маленькой полноте. Вот такая история со следами на глазах. Да, услышала, услышала. Плоская ножка и узкая, но не такая узкая, чтобы прям в первой полноте чувствовать себя комфортно. Попробуйте у R-класса новую модельку RC-40. Отличная вещь для плоских стопочек. Если в первой полноте, соответственно, у нее есть вот это вот раскрытие, я там слышала, что мизинец валит. Вот, вот там есть место для мизинца. И если почувствуете, что и она узка, то вот RC-10 еще более, еще более менее, еще более узкая. Вот, и про стелечки. Вот у RC-40 стелечка S сделана по авторской технологии R-класса. Больше таких я не встречала. Очень классно в DemiPoint гнется. А в RC-10? Я думаю, что вам поможет. И в RC-10 тоже. Да, стелечка S. И можно на заказ, в общем-то, просить и еще более мягкую стельку. И есть еще такая история про стельку Flex. Это тоже у RC-класса. Да, если спросить в магазине, то может быть. Вот стелька Flex, это тоже вот такой вот по три четверти изгиб идет у них. То есть она размягчена в последней части. И сама по себе довольно мягкая тоже. Попробуйте. Может быть, вот именно она поможет встать на пятак, да? То есть вот такие стельки, они закидывают на пятак. Заставляют ногу туда как бы насильственные, да? Ну да, да, да. Вот в Минске не продают RC-класс. Да, это правда. Что ж, придется ехать в RC-класс. Bestpoint.ru продает RC-класс. Присылает в течение недели в Минск. Кстати, я сама тоже никак не могу доехать до RC-класс. Причем это вот такая дурацкая история на самом деле. У нас был щелкунчик, спектакль. И RC-класс был партнером, ну, организатором. Вот. И у нас были, нам дарили там подарки, в общем, в конце с сертификатом. Я так и не доехала. Грянул карантин. И я думаю, год, я когда-нибудь доеду. В общем, он там уже 25 тысяч раз, естественно, закончился этот сертификат. Но вот мне тоже интересно. Вот, допустим, на мои, если вот у меня там 2007-е, по-моему, 5,5, 3 икса. Это в грешках. Какие мне в RC-классах смотреть? Я просто помню, что я 3 года назад мерила RC-классы, и мне было в них супер больно. Но они были чужие. Да, потом у RC-класса 30 моделей. Да. Да, мы не помним, какую. Сейчас 5,5, да, у нас 2007. Ну, у меня 37 нога, это, по-моему, 5,5 вроде бы, да? Ну, да, подошечка с вкладышами. Ну, да. Вот этот вот RC-40, это такой вот у них кандидат в такие бестселлеры, универсалы, на самом деле, но только для плоских ножек. То есть у них очень плоская модель и очень такой квадратный, знаете, застрял. Хотите, скажу? Вот у них что с пятаком происходит. Для начинающих это вообще сказочка и для взрослых. Смотрите, насколько у них ровный пятак, насколько у них угол вскока, да, вот очень чётко очерчен. Вот. И вот есть вот эти вот углы, да, то есть это вот такая вот прямо направляющая, которая нам не даёт встать на ребро, да, никуда там уехать. И даже вот здесь как бы угол, он больше 90 градусов, чуть-чуть. И поэтому мы вот как только дотянулись сюда, нас пуанты сами собой так раз и довели до идеала. Вот. Для любителей отлично. Профессионалы, говорят, жалуются вот на этот угол, потому что он им там мешает уже исполнять, соответственно, и вращения, и спрыгивать с вращений. Ну, у них всё равно по-другому. Им хочется больше свободы, да. Ну, да. Но вот для слабеньких стоп это прям классное решение. Вот это вот новые модельки. Попробуйте. Или Рубин, или вот это вот RC40. Надо, да, попробовать. Хоть от чего-то отталкиваться. А то я всё время, когда в новый магазин приезжаешь, ты такой, как... Да, да. И всё, хочется. Поскольку вот это претенденты на бестселлеры, мы сказали, что они, да, с большей вероятностью найдутся у вас и в наличии, и вы не будете с ними мучиться заказывать всё же всё время. Пишут, что в Москве ужасный магазин R-класс. Правда, чудесная дама в нём спасает положение. Ну, не знаю, я не слышала, что он ужасный. Скоро я слышала, что они переедут в какое-то более, по-моему, удобное место. Вот, интересно будет. Да, но это было до коронавируса. Как-то вот после коронавируса я не слышала. Я надеюсь, что всё ещё, может быть, они собираются. Да. Как-то очень сильно на нашу индустрию повлинял. Ну, да. Так, что говорить? Мы, как концертная площадка, Государственный Кремлёвский дворец, открылись только вот, спустя 14 месяцев. Мы 14 месяцев были закрыты. Хотя уже многие открылись. Кто-то там, по-моему, Большой театр всего 4 месяца не работал, там, или 5. А мы 14. И ты ничего не сделаешь. Ой, да. Так, следующая история. Как выбрать пуанты онлайн для 41-42 размера ноги, стопа 26,5-27 сантиметров, широкая, по форме римская. Это вот когда три пальчика, да, одинаково. В городе нет магазинов, поэтому единственный вариант – это онлайн. Санша 11W, жмут, вкладыши туда не влезают. Гришко модели для больших ног и широкой стопы. Я не знаю, какие модели, ну, можно обращать внимание. Санша не знаю, что за модель вы носите, потому что 11 у меня вот стандартный. Санша вообще соответствует 38-му. Но знаю, что не во всех моделях используется эта размерная линия. Вообще, Санша что хочет, то и делает с размерами. Значит, вот на то, что вы описали, очень хорошо сядет мюз, такой музе, вот так произносится. Они еще музе ее произносят. Именно через Z? Нет, муси. Мюз? Мюз. Да, мюз. Отличная квадратная моделька. Я бы сказала, что самая такая удачная на российском рынке. Правда, вот сейчас Гришко выпустили новую версию квадратной модели. Будет называться Виктори. Не знаю, есть ли она уже в Москве. Я только про Кейс слышала. Про Кейс веду. Да, есть вот такая Катя. Катя у меня тоже интересна. Она вот для кого вообще, Катя? Катя, это 2007 только сбоку. Мне очень нравится вот этот текстиль у меня прям. Да. Он такой прям... Очень приятный. Значит, можно брать 2007. У меня были. Да. Да, тогда попробуйте, кстати, Катю. У них тоже интересная со стелькой история. Она очень мягенькая такая стелька. Проф-пексообразная. Может быть, вам понравится. Да. Так что пробуйте Музе. Да, вот эти вот Муз. Размер у вас будет, видимо, 42-й. Вот на 41-й городской. Не знаю, что. 3Х стандарт. Или там троечка стандарт. Вообще она такая как бы... Вот у меня сегодня в сторис этот Мьюз. Они такие немножко как бы объемные, да. Но при этом мне безумно нравятся. Они прям спасители для определенного типа стопы. Ну, в принципе, как бы стопа такого размера не может быть маленькой. То есть она уже как бы... Согласна. Поэтому просто оформить ее красиво и все. Так, спасибо. Кстати, Баланчин вот очень любил длинные стопы объемные. Говорил, что, да, выбирает именно таких. Ну, мне кажется, длинные стопы на самом деле хорошо смотрятся, если о них как бы, ну, позаботились. Правильно обуты, да. Почему, да? Почему нет? Маленькие стопы иногда смотрятся очень странно. Там какие-то вот такие вообще... Ну, и они так... Ну, то есть не знаю, да. Мне кажется, на любителя прям. Но сложнее. Согласна. Так. А, и вот, кстати, вопрос вот к этому 41-42 размеру. Что положить можно в пятак, чтобы не знакомиться с полом? Не знакомиться с полом, да, да, да. У нее пустот нет, как она говорит, вот между пальцами и пуантами. Но давит по бокам на стопы. Окей, давит по бокам. И хочется положить только в... Поэтому только на дно, да, да? Такое... Не знаю. Она говорит, что пустот у нее нет. То есть непонятно, куда положить. Да. Но с полом, как бы, вот, видимо, все равно... Давит по бокам. Я думаю, что, во-первых, нужно... Поскольку я бы бока все равно закрывала бы силиконом, вот, в том, что девушка описывает. Поэтому я бы все-таки посмотрела на модель, которая не давит по бокам. Вот. Начала бы с этого. Но отвечая... У них в городе нет магазина. Угу. Но если хочется именно вот так вот локально, да, что-то постелить на пятачок, то есть, ну, соответственно, мини-пятачки у Гришко. Вот. Если их не достать, то можно вырезать от любых старых силикончиков себе. Да. Пятачки. Сделай сам, да, прекрасно. Все это ножницами вырезается по форме вашего пятака, и внутрь вставить можно даже на клей посадить. Угу. А еще, говорят, существует такая теория, что наклеивают... Целлофанчик складывают во много-много-много раз, и так пик. Целлофанчик, пакеты из супермаркета отлично работают, что-то еще. Отлично. Все работает в подручных средствах. Тут все, что вам кажется, что может сработать, да? Да. Это точно. Так. Какая есть альтернатива силиконом и вкладышем? Ну, понятно, что их, мне кажется, так много такой вопрос. Так много альтернатив силиконом и вкладышем. Вот ваши прекрасные заливные, да? Это вообще, да. А мне кажется, они же тоже как разделители идут, нет? То есть вот вы говорили про разделители. Там же все равно пальцы, они так в эти, в ниши вот так как-то входят. Ну, если вы заливая, да, вкладыши позаботились о том, чтобы там было, чтобы там было это пространство, да, то они будут работать и как разделители тоже. У них единственная проблема в том, что они подгоняются под конкретную модель. То есть следующее, в другой модели они уже не будут работать. Ну и да, естественно, под конкретную ногу. Да. Согласна. То есть если вы модельку сменили, то вам придется и вкладыш тоже заново заказывать. А вот этого я не знала, кстати. Ну, заказываешь все из Америки. Согласна. Альтернатив, вот отвечая, да, на вопрос, что со вкладышем, и альтернатив вкладышам безумное количество. Вот это начинает, сделай сам. Кто портяночкой обматывает, да, шерстью прокладывает, носочек, трико старые тоже шикарно работают, кстати. У меня, кстати, в геймерах вот спасало, да, что мне девочки посоветовали. Ну, я обычно вкладыш на голову и пальцы, а сейчас трико, вкладыш пальцы. И так было легче, правда. Да. Ну, тоже непонятно почему, вот что оно там такого создает, этот трико, не понимаю я. Но работает непрогой, да? Да. Кулибин. Да. Точно. Ну вот, есть гелевые вкладыши, даже на российском рынке много. Угу, у Гришко и гелевые. Вариантов. Угу. Да. Так. Изобрели ли что-нибудь новое? Какие-нибудь появились новинки в аксессуарах? Вы должны знать, как никто. В аксессуарах. Ну вот, значит, заливные вкладыши, да, мы сказали. Вот эти вот вкладыши не перестаю, да, о них говорить. Прекрасного, не знаю, видели, встречали где-нибудь уже. Они прекрасных цветов. Итальянцы нам такие сделали чудесные вещи. Чуть повыше можно. Значит, что они, да. Что придумали нам итальянцы? Итальянцы догадались. Неа. У них, смотрите, какой силикон. Я таких не видела. И они, ребята, догадались, что форма стопы бывает разная. То есть, вот смотрите, вот эти безумно квадратные, да? Ага. Вот, мало того, что они тянутся в любом направлении, так они еще и не сомнутся у вас вот в этих вот, да, треугольный вкладыш на квадратной ноге. Он там вот этот вот клювик образует и там замнется, да? Вот. Это раз. Во-вторых, они прекрасных цветов. Чудесные совершенно на ощупь такие вот прям вот сквишек такой. Вот. И еще у них есть. А это какие? Это TechDance. Их, к сожалению, на российском рынке нет, но есть BestPoint.ru, которого мы прекрасно можем показать. Вот. Это наш сайт, если что. Да, я знаю. Отлично. Все должны знать. Вот. А вот другая их модель, она оборудована таким вот более объемным, да, более толстым мыском. Носиком. Вот. Там 6 миллиметров силикона. Туда утопает вот этот вот второй палец безумный, который все время болит, и его некуда спрятать. И он, поскольку вот такой вот резиновый, да, он разойдется под ним и даст место большому, даст место второму пальцу, а все остальные там вот как бы наилучшим образом там как-то обнимет. Это тоже они же, да? Это тоже они же, да. И вот эти вот безумные все цвета кислотного и некислотного вот варианта. А есть более тонкие, совсем вот прям тончайший силикончик. Они, конечно же, недолговечны. Конечно же, они рано или поздно порвутся. Но вот они решают вот эту проблему, что силикон не влезает. Ну да. Вот так. Теперь мы знаем все. Наверное. Вот. Что еще из новинок? Вот приедем в этом году из Флоренции. У нас в феврале месяце во Флоренции происходит выставка такая отраслевая. Данзо и Фиера. Вот. На нее привозят обычно все новиночки. И в этом году, видите, не случилось. И в прошлом году как-то уже смазано было. То есть она произошла, эта выставка, но уже мало кто на нее поехал из-за эпидемии. Поэтому мы пока без новинок. Но желаю вам удачи. Спасибо большое, да, чтобы мы поехали. Привезти оттуда сокровище. Да. Да. Так. Про канифоль. Про канифоль. Как раз к вашей сториз. Действительно ли она так сильно портит пол? Почему практически все студии танцев, где смешанные стили, так не любят, когда пользуются канифолью? Что лучше, водой или канифолью на пол? Слушайте, ну водой точно хуже. Ну на линолеумы, наверное, нынче да. Да и на линолеум, и пуантом это не есть хорошо. Ну тут поэтому нужно выбирать, да? Да, пуантом прям нехорошо. То есть есть много вариантов, что сделать с пуантами, помимо канифоли, да? Можно там штопать, обштопать, кожаный пятак наклеить, срезать атлас, если вот именно с атлас скользкий, да? То есть срезают верхний слой и танцуют в том, что осталось. Обштопать по краям, сделав большую площадь пятака. Вот эти все вещи можно сделать локально с пятаком. Портит пол? Ну да, портит пол. Но не очень. На самом деле вот я как раз писала о том, что канифоль как раз создает очень щадящий слой абразивный. Ну то есть она водой убирается? И водой убирается, и водой убирается, и не царапает, царапают вот эти вот осколочки, которые у вас должны быть в коробке. И там аккуратно на разы. Это точно. Я надеюсь, у нас не отключится эфир через 7 минут, потому что-то так быстро. Прям. Так. Я не профессионал, я любитель возраста. Влияет ли шнуровка на варикоз? Я не профессионал, к сожалению, в варикозе, да? Но вообще, к сожалению, балет обостряет проблемы с венами. Как таковой. Но вопрос, да, не ко мне. Кому нужно резать вот стельку на три четверти? Потому что советуют почти всем, а кому действительно нужно. А вот смотрите, советуют почти всем. Я когда в этот бизнес зашла, мне тоже казалось, я выходила из школы в школу, и все мне говорили, мы делаем только так. Только так. Вот так правильно и больше никак. Вот мы пришиваем резинку только здесь. И только белую. Обязательно. Все остальные резинки, это полный отстой. Я шла в следующую школу, и мне говорили, нет, резинка только вокруг пятки. И только толстая. Вот это вот, а вот это вообще никак. Мы не принимаем и запрещаем. Некоторые вообще не говорят ничего, и ты сам догадайся, пойди, как это должно быть. Некоторые не говорят ничего, и ты не знаешь, что лучше в данном случае. Вот это вот запрещать, да, или всех под одну гребенку. Потому что преподаватель так сказал, потому что она в свое время, вот опытным путем, да, и как бы из наилучших побуждений, тебе этот опытный путь. Для себя она подобрала. Да, она нашла, и тебе как бы пытается уже вот готовое решение, самое лучшее для нее внедрить. Вот, поэтому три четверти – это на самом деле очень индивидуальная штука. Я ее советую мало кому. В основном мы разбиваем, проминаем вот эту часть в стельке. Опять же, я показываю сейчас пластик, да? Это неправильно. Давайте не пластик показывать. Что у меня здесь есть? Давай теперь пласт покажем. Да, пластик разбивать не надо вообще никуда. Не трогать. Вот, традиционные пуанты. Немножко мы проминаем здесь, шевелим в серединной части, потому что иначе у нас там выскочит гвоздик или переломится пополам вот эта вот деревянная, да, вся структура. Вот, а что касается пяточки, я бы вообще ее дефолтно вообще не трогала. Я тоже никогда не трогаю, я поэтому и киваю. Ну, то есть, вот, да, работа – это хорошо. Да, да. Просто, насколько я знаю, я слышала, что кому-то прям натирают пяточки. То есть они прям не могут, потому что у них идет какое-то вот, когда, как это показать, стопа, да, внутри, и вот сюда в пятку впивается вот почему-то этот, ну, я прям не понимаю, как это может происходить, но, по-моему, насколько я слышала, это иногда бывает. Вот. Мне кажется, это очень индивидуальная история. В идеале наша пяточка должна… Заканчиваться на стельке. Да, 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 да. Вот как бы пятка и вот стелька, да, и вот они вот так вот должны, то есть ничего там не должно натирать. Но, опять же, очень индивидуальная история, как оно все у вас село, что это за модель. Многие уже делают модель с укороченной пяткой. Вот, поэтому ни о чем это еще не говорит, надо смотреть на ноге. Почему именно так происходит? И как раз вот к разминанию был вопрос, какие способы есть размягчить подошву, кроме молотка? Вот так вот. Вот там дверями еще кто-то ломает. Это вообще. Смотрите, есть станок… Вот так и плакать. Да, 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 вот так и плакать, да. Как это, сублимировать агрессию, да. Станок у нас очень классной формы, кругленькой, да. Обстанок вот так вот придерживаясь обеих сторон, можно хорошо надломить. Прям… А вы вот смачиваете стакан? Ну, на новых даже, нет? Нет. Нет? Ничего мы не смачиваем. А я смачиваю. Ничего мы не смачиваем. Может, поэтому они у меня за три месяца разнашиваются? Может быть. А что первым выходит из строя? Стелька или коробка? Ну, мне кажется, стелька. А, ну нет, коробка тогда. Да, коробка прям мягонькая. Логика. Если вам кажется, что как-то не села, вот есть такой прекрасный лайфхак, наверное, видели где-то в кино, да, балерины обычно, перед тем, как надеть пуанты, они подышат в них. Видели? И что это полагает? Да, кстати, удобно. А вот это вот достаточное количество влаги, да, в дыхании, чтобы они как-то начали размягчаться, мне казалось, это какое-то... Садиться по ноге. Не-а. Самоуспокоение там. Как, я не знаю, кто-то крестится, кто-то что-то делает. Нет. Это вот, знаете, как поплевать, да, куда там на руки, чтобы в пуанты подышать. Помогает очень. Правда. Век живи. Хорошо, тогда такой вопрос. Где вы занимаетесь? И в каких вы танцуете пуантах? Значит, занимаюсь я... У меня был преподаватель, который танцевал в кировских балетах, грек. Такой он был очень-очень своеобразный, кудрявый, такой дяденька, как он безумно красиво танцевал и как он прекрасно объяснял. К сожалению, он больше не с нами. И лучших преподавателей я не нашла для себя. Но поскольку любительский балет в Греции развит, практически в каждой школе есть балеты, поэтому время от времени мы ходим, выбираем какую-то новую школу. Смотря кто что ищет, кто ищет профессионализма, кто ищет развлечения, кто ищет похитикать, кто ищет фитнеса активного. Это, кстати, важно, да. Да, поэтому вот все время в каком-то поиске так случилось, что прямо под нашим магазином мы на этаже, а на Цокольном открыли балетную школу, причем очень вполне себе профессиональную, и она такая очень камерная, нас вот там 3-5 человек в классе. И это на самом деле очень комфортно, роскошно, прекрасная деятельность. И удобно. Преподаватель. Очень удобно, то есть ты вот туда спускаешься, свое позанимался, потом поднялся, клиентов еще поднял, девчонок с собой потом. Вот, в общем, вот такая вот какая-то история деревенская. Сельская. От нашего стола к вашему. Да, да, да. Хорошо, а пуантами какими вот вы предпочитаете? А пуантами какими? Вот у меня была трагедия с пуантами, потому что у меня было 8 тысяч пар в какой-то момент на складе, мы оптом привозили сюда Гришко. Вот, и я думала, что, ну, елки-палки, неужели ни одни из них мне не подойдут? И да, и не подошли, а потом мы начали заниматься сначала Russian Point, потом Air Class, потом Капезию, и вот это все, и оно все равно было очень неудобно, и я думала, что проблема во мне. Ну, наверное, так оно как бы и есть, но когда вот на горизонте появился этот сибирский лебедь, я как-то вот чисто по их каким-то там табличкам сказала, что мне нужен образец, вот эта модель, и вот в этом размере, и вот в этих, вот в этой полноте, и я их надела и плакала. Прям стояла перед зеркалом и плакала. От счастья. Потому что было, во-первых, не больно, во-вторых, безумно красиво, и я поняла, что дело оказывается не во мне, что вот люди прям взяли и делали. У меня тоже пуанты. Да, вселенная услышала. Вот, вот так вот. Ну, то есть, мы сейчас в этих. это вот Корсавина прекрасная. У них две модельки всего, они не заморочились с производством многих моделей. Вот Корсавина под квадратную ножку, а Павлова под треугольную. Соответственно, Корсавина более такая полная, а Павлова узенькая. Вот. А как понять, вот у тебя узенькая нога или, ну, не узенькая? Ну, понятно, что у кого там суперширокая, это понятно. Ну, там, да, сразу видно, что широкая. Но вот я, например, не понимаю, да, вот у меня узенькая или нет. Но вот у меня 37, мама все время говорит, что у меня 36,5 даже нога. У меня обычный вот этот тип там, ну, египетский он или как называется, обычный, то есть у меня большой палец большой, и все остальные туда. И все, ну, и как бы, ну, вот подъема особо нет такого ярко выраженного. Вот и как понять, она узкая или она не узкая? Ну, померить. А то есть есть какие-то данные именно, ну, вот? Да, да, у нас вот собрано по обхвату стопы, по ножкам, по обхвату стопы, да, по обхвату и сравниваем с, мы сравниваем с тем, что она в ширину дает нам на отпечатке, и таким образом понимаем, насколько она еще пластичная. Да, потому что многие стопы, когда фуанты влезают, они становятся узкими из широких. Да, да, потому что, ну, там, плоскостопие, например, у тебя она такая расплющенная, и все. Да. Потому что вот у меня плоскостопие всю жизнь было с детства, поперечная. Поперечная? Ну, я не помню, какое. Ну, какое-то было там, какое-то, по-моему, средней там степени, чего-то там. Может быть, оно смешанное, потому что, если вот так вот сжать, и ножка собирается? В смысле собирается? Не наразулась? Да, я была разутая, у меня гипс. Так, я ничего не понимаю, что надо собрать. Ну, то есть, в смысле, собираются вместе вот так, Да, да, если вот так вот пальчики пощупать, у меня не собираются, а у меня нет. А, да? У многих не собираются. А, серьезно? Да, серьезно. И что это значит? Как бы в норме не собираются. Серьезно? Это поперечная плоскостопие. Это вот эти косточки. Ну, вот, я к тому, что если в детстве, например, там, мы уже в юности, там, в какой-то послешколы, я вообще, ну, то есть, у меня были суперсложности хождения вообще на каблуках и на чем-то там, я никогда физкультурой не занималась, то есть, у меня не было там какого-то спортивного детства там и так далее. Вот. И каблуки для меня было, это как вот цапля, например, да, пошла, и это где-то я вот там тоже иду. То после балета значительно изменилось все. То есть, я даже еще не могу сказать, что я там очень долго занималась, но где-то вот после, наверное, лет четырех, вот точно, мне стало легко вообще ходить на каблуках. Ну, понятно, что не на 15 сантиметров, да, где там вообще уже высший пилотаж, но вот какие-то такие удобоваримые каблуки, там, 5-7 сантиметров, вообще, как бы, прям, закачались. Я думаю, Закачались. Ну, вот да, что-то прямо произошло. Да. Но я не могу сказать, то есть, я не знаю, пропало это плоскостопие, пропадает оно вообще куда-то или нет? Пропадает. Но оно не пропадает, оно начинает поддерживаться мышцами и сильно улучшается. Так что это прям интересно. И, ну, то есть, и как бы, и никогда не знаешь, то есть, я вроде, может быть, встаю, но отпечатки она у меня будет широкая, а так, ну, мне кажется, у меня узкая все равно. Потому что, когда она встает, да, мне кажется. И у меня поэтому и был пятак-тройка, потому что она была узкая. Ну, в какой-то момент, и мне это было комфортно. Почему-то, я не знаю, почему сейчас некомфортно. Ну, в общем. Честно говоря, не знаю, когда снимете гипс, приходите, покажите. Да, обязательно уже, я уже все, я уже тут в графиксе добавляю. Мы держали над паром, потом туда ноги и поработать. Это не работает? Да, мне кажется, тоже все мы над паром держали. мы туда ноги и поработали. Ну, да, вот, ой, что-то я что-то сделала. Попыталась комментарии тоже найти, куда-то отмотала, не писала. Ну, в общем, держали над паром. Чем меньше влажности или влаги попадает, или чем более контролируемая, да, вот влага на пуантах, тем лучше для пуантов, тем они долговечнее. Поэтому, сняв с ноги пуанты, мы тоже не забываем их, да, выложить из пакетов, чтобы они там не кисли, выложить все вкладыши из пуантов достать, вот, и тщательно их просушить. А-а-а! Да, 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 когда я говорю просушить, это не феном, и не на батарейке, и не в микроволновке, и не в печке, потому что бывало разное. Вот, это просто выложить, да, и где-то повесить в своей комнате на любимый крючочек. Вот, они высохнут естественным образом, причем лучше, если они будут сохнуть два дня у вас, вот, и восстановят свою структуру. Интересно. Спрашивают, пальцы должны не собираться? Да нет, не должны. Должны? Пальцы должны быть, вот, у меня есть прекрасная, русскоязычная, балетмейстер греческих балетов, Ирина Алексеевна Кулибакина, вот она всегда говорит, греческие балеты, вы помните, да, вот у нас есть греческий национальный балет, и там балетмейстер, русско-украинская, вот, такая вот тетечка, то есть чудесная, совершенно гениальная, вот, такая, правнучка Вагановой, не правнучка, а как бы ученица-ученица. О, прикольно, да, это всегда очень интересно. Правда, правда, безумно интересная история, все вот эти. Так вот, она всегда говорит про пальцы следующее, что... Давайте с ней прямой эфир. она у нас такая, ну да, как все правнучки, да, Вагановой. Да, 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 вот это вот все. Ну да, ну вдруг, если что. Хорошо, хорошо. Так вот, она говорит, вот помните, вот эту вот легенду про веник, да, братьев, которые вот веник, там прутики по одному ломали, и ничего у них не получалось, а когда собрали вместе, так вот пальцы должны быть вот в этом вот ощущении, да, что у них у всех есть свое место, да, но они при этом вот сцеплены. Для этого нам вот этот разделитель, потому что пальцы очень трудно все время тянуться, если у него здесь вот пустое пространство лишнее. Если мы разделитель поставили, нам удобнее собрать их вместе, да, они более стабильны. Вот это про ваши пальчики. Господи. Вот. Целая науку. То есть пальцы должны работать, они не должны там... Но так и так у меня и работают всегда. За всю страну. Ой, что с ногой у меня? У меня разрыв икроножной мышцы был. Так репетировала Анастасия из Ивана Грозного, что прям дорепетировала. Первый в жизни гипсов, бывает, когда ты впервые. Класс. Ну, ну, ничего. Да. Вселенная решила, что нужно меня замедлить, я замедлила, теперь у меня есть время. Да. А для эфиров? Заняться прямыми эфирами, новыми проектами, ну, как бы, окей. Но уже ничего, у меня три недели завтра, еще недельку. я уже сегодня шагаю потихонечку даже. Отлично. Поправляю. Да. Так что нормально, я уже даже не замечаю почти это все. Вот. Ну, в принципе, у нас закончатся вопросы, мы молодцы. Классно. Час 15. Классно. Нас там хвалят, спасибо вам большое. Да, там кто-то прям... Близки нам там прям хвалят. Да. Спасибо. Нам тоже очень приятно. Спасибо вам большое за такие ценные, советы, за информацию. Это суперинтересно. Хоть кто-то знает до конца. Не вот это ты пришел и говоришь, вот как сделать? А все такие, ой, может так, а может так. А тут ты пришел, спросил, и тебе говорят, вот так надо. Все. Нет, я тоже не знаю до конца, но у меня есть несколько версий к каждому. Мы всегда говорим, наверное, вот так и так. А я говорю, а ты послушай там свои ноги, что они тебе скажут. Да. Вот я послушала. Ну, спасибо вам большое. Я прям рада, что мы собираемся. Здоровья. Это прям очень полезно. Вот. Про правнучку Ваганову мы помним. Когда у вас будет новый обновление уже закончено, давайте мы действительно, может быть, проведем экскурсию. Нам всем будет интересно. Хорошо, с удовольствием. Да. С удовольствием. спасибо, Нина, огромное, что позвали. Очень приятно. Классно, прекрасно. Вопросы ваши супер. Спасибо большое. Это девочкам спасибо в основном. Да, всегда здорово, когда вопросы конкретные. Да, именно вот по существу. Я так и просила, говорю. Вот у вас какие проблемы есть? Вот давайте, все пишите. Да, да, супер. Я надеюсь, что как-то мы смогли помочь в рамках такого эфира, да? Экспресс. Бокс по переписке. Да. Не видя ножек. Ну, да. Ну, мне кажется, это прям спасение вообще. В принципе, ваша профессия, спасение для тех, в том числе, у кого, ну, по каким-то там обстоятельствам нет до сих пор в магазине, в городе профильного магазина. Ну, потому что в магазине-то не всегда выберешь, ты приходишь, и такой, что консультанты, это вообще отдельная тема, очень часто, ну, они тоже, как бы, девочки. Ну, ты понимаешь, что они просто девочки. Может быть, она слышала, что такое балет, но не факт, что она ее знает хорошо. И опыта, ну, недостаточно бывает. Поэтому, мне кажется, это супер важно. Так, на самом деле, шаг вправо, шаг влево, это большой, столицы от Москвы, Питера, Нью-Йорка, не знаю, Бангкока, и все. И история по всему миру одна и та же. Ну, да. Вот, поэтому, да, за нами будущее. Мы, когда начинали эту историю с онлайн-подбором, Николай Гришко сказал, это невозможно сделать. вообще мы собираемся закрывать интернет-магазин, потому что пуанты невозможно подобрать по интернету и купить по интернету. Мы перешляваем и фитер. Окей. Так, сейчас у него есть фитер, прекрасно на зарубежный рынок работает, такая барышня, красная, вот, которая ему тоже не поверила в свое время. Главное, да, главное верить в себя, в общем, в любом деле. Правда. Спасибо, Нина. Очень приятно. Спасибо, еще встретимся, Ну что же, прекрасного вечера. И вам хорошего вечера. Пока. Спасибо всем, кто сегодня ставил нам смайлики в сердечки. За сердечки спасибо. Пока-пока. Да. Пока-пока. Пока.